Регион 159 К начальнику ГУМВД Пермскому краю Щеглову Александру Николаевичу Данное обращение будет также направлено через сайт ГУМВД Пермского края Ну а те, кто из вас пожелает также подать жалобу на 10 сотрудников полиции Текст жалобы будет в описании к ролику Итак, чтобы ничего не забыть, я прочитаю жалобу, свое публичное обращение к начальнику ГУМВД Обращаюсь к начальнику ГУМВД Пермскому краю Щеглову Александру Николаевичу Прошу вас лично разобраться с данным обращением и не пересылать руководство управления ГИБДД ГУМВД России Во Пермскому краю, так как, по моему мнению, начальник управления Шадрин Вячеслав Валентинович Не способен объективно рассмотреть данную жалобу по причине личной заинтересованности Шадрин является руководителем данного структурного подразделения И несет ответственность за своих подчиненных В этой связи он имеет личную заинтересованность, так как в случае установления вины инспекторов ДПС Соответственно, возникают обоснованные подозрения в отсутствии контроля за исполнением действующего законодательства Российской Федерации В структуре ГИБДД Пермского края Что, в свою очередь, говорит о неспособности Шадрина исполнять свои служебные обязанности 14.06.21 по адресу город-1.0.16 инспектором ДПС Сабуровым Алексеем Михайловичем Был остановлен автомобиль ВАЗ-2714, госоригзнаки здесь указаны, под управлением водителя фамилия указана Основанием остановки транспортного средства была проверка документов на основании проводимого мероприятия Водитель просил ознакомить его документально, но инспектор Сабуров отказался это сделать Чем нарушил право водителя, предусмотренное частью 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации Пунктом 7 статьи 5 Федерального закона о полиции При разговоре с водителем Сабуров и его напарник Борисов Илья Вадимович Обращались к нему на «ты», при этом проявляя явное пренебрежение Также в разговоре Сабуров назвал водителя щенком Считаю данное поведение инспекторов ДПС недопустимым и прямым нарушением части 1 и 3 статьи 5 Федерального закона о полиции А также пунктов 42, 43, 44 приказа МВД РФ Административный регламент далее Также инспектора ДПС Сабуров и Борисов провели сверху маркировочных обозначений транспортного средства Что в соответствии с пунктом 31 административного регламента является административной процедурой В соответствии с пунктом 36 административного регламента, выполнение сотрудниками конкретных административных действий в рамках выполнения административных процедур Должно осуществляться непосредственно после наступления юридического факта, являющегося основанием для начала соответствующего административного действия Исключением случаев, предусмотренных абзацем 4 пункта 67 пункта 82, 143, 144, 288 административного регламента В свою очередь основанием для осмотра является необходимость проверки маркировочных обозначений транспортного средства И сверки их записьми в регистрационных документах, пункт 197 административного регламента При этом инспектор ДПС обязан составить акт осмотра транспортного средства, пункт 200 административного регламента Однако инспектора ДПС Сабуров и Борисов отказались составлять акт осмотра, тем самым не выполнили требования административного регламента Автомобиль ДПС марки «Шкода Октавия» в гос. анна 1270-59 регион, на котором передвигались сотрудники ДПС, было припарковано с нарушением пункта 12.4 ПДД РФ, а именно на месте остановки маршрутных транспортных средств, что образует состав административного правонарушения по части 3.1 ст. 12.19 КОАП РФ. По данному факту водитель подал заявление о правонарушении инспектору ДПС Борисову, после чего инспектор Собуров инициировал досмотр транспортного средства водителя. Основанием для досмотра, по словам Собура, является предположение, что в автомобиле что-то лежит, а также профилактическое мероприятие «Наркопотребитель». В соответствии с пунктами 6.10,202 административного регламента, досмотр осуществляется при наличии данных, дающих основания для досмотра транспортных средств. В частности, в соответствии с пунктом 202 административного регламента, проведение профилактических мероприятий не является основанием для проверки, для проведения досмотра транспортного средства. Также очевидно, что каких-либо данных на момент проведения досмотра транспортного средства у инспекторов ДПС не было. В свою очередь водитель неоднократно требовал ознакомить его с проводимым мероприятием, так как это обязанность сотрудников полиции в соответствии с частью 2 статьи 2.4 Конституции РФ и пункта 7 статьи 5 Федерального закона о полиции. Однако инспекторы ДПС очередной раз пренебрегли действующим законодательством РФ, отказались ознакомить водителя с подтверждающими документами. На протяжении всего общения с водителем инспекторы ДПС не использовали средства индивидуальной защиты, а именно не использовали перчатки при принятии документов водителя, а также маска на лице Собурова не закрывала нос, тем самым не обеспечивала защиту органов дыхания. Данный факт является нарушением указаний Министра внутренних дел РФ и генерала полиции Колокольцева от 24.04.2020 года номер 1 дробь 4563 о мерах по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Также пункта 1 приложение 2 к письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.04.2020 года номер 02.6673-2020-32 И неоднократных рекомендаций Минздрава о ношении масок и перчаток всеми работниками, которые в соответствии с служебными обязанностями необходимо общаться в течение рабочего дня с большим количеством людей, в список которых вошли продавцы магазинов, кассиры, работники аптек, сотрудники МВД, сотрудники МФЦ и и иных государственных организаций. Также считаю, что действия данных сотрудников полиции порочат честь МВД в целом. Данные должностные лица должны быть уволены из рядов Министерства внутренних дел, а также в их действиях имеются признаки уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена частью 2 статьи 286, частью 1 статьи 286.1 и частью 1 статьи 330 УК РФ. Факт противоправных действий инспекторов ДПС Сабурова и Борисова подтвержден видеороликом на YouTube-канале Регион 159 под названием «Глумятся и оскорбляют осмотр и досмотр». Ссылка указана. На основании вышезложенного, считаю, из Петра ДПС Сабуров и Борисов нарушили пункт 12.4 ПДД РФ, пункты 6.10, 31, 36, 42, 43, 197, 200, 202 административного регламента, пункты 1, 3, 7 статьи 5 Федерального законного полиции, часть 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации, Указание Министра внутренних дел РФ Генерала полиции Колокольцева 24.4.20 г. 1.4563 Прошу провести проверку по данной жалобе, привлечь Петра ДПС Сабурова и Борисова к ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ, ответить мне в установленном законном сроке по всем указанным в жалобе доводам. В случае, если из Петра ДПС Сабуров и Борисов уйдут от ответственности, это будет означать, что вы лично поощряете данное поведение ваших подчиненных и игнорируете прямое нарушение действующего законодательства. Повторю, данное обращение будет сегодня подано через сайт ГУМВД на имя начальника ГУМВД Пермского края Щеглова Александра Николаевича. Сегодня у нас 9 июля 2021 года. Все, кто желает также подать обращение, можете, как я уже говорил, переходить по ссылке, которая находится в описании к ролику, и также направлять обращение в различные структуры. Можно и в прокуратуру отправить, в Следственный комитет, в ОСБ, не знаю, доходить к президенту Путину можете отправить. Поэтому это ваше право, рекомендую вам это сделать. Все, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok